...какая могла бы быть интересной и полезной для всех нас. И он мне прислал несколько вопросов, мы потом с ними обсуждали, и потом мы обсуждали с Женей эти темы. И мне показалось, что вот некая тема, которая объединяет вопросы, которые вы обсуждаете на школе, это тема сочетания общего и различия между модернизацией и вестернизацией. Действительно, в течение длительного времени, в течение последних трех десятилетий, очень многими эти термины используются как анонимов. Однако, некоторое время спустя мы обратили внимание, что как раз авторитарные лидеры очень любят слово модернизация. И совсем не любят слово вестернизация. Ну, скажем, и ваш президент, и там у нас человек, который занимал пост премьер-министра, и даже сейчас занимает, то есть, когда он занимал пост президента, сейчас он занимает пост премьер-министра, Медведев даже программу модернизации провозглашал. Этот термин достаточно популярен и у других лидеров. Этот термин на ходу, он широко используется, пишутся там статьи, книжки, программы. А вот термины вестернизации, они боятся как огня. Или наоборот, там как дьявола, или наоборот, как с точки зрения правоверного католика, креста. Вот боятся и не использовать его. И, естественно, возникает вопрос, а это случайно или нет? И вот, если действительно так немножко подумать, то выясняется, что действительно эти понятия, которые достаточно длительное время используются в качестве синонимов, на самом деле несут в себе различный, иногда совпадающий, но в целом достаточно различный смысл. Под модернизацией традиционно понимается такое технико-экономическое научное совершенствование. От простого к более сложному, от примитивного к какому-то передовому, но в таком технико-экономическом ключе. Если раньше пахали землю сахой, то потом появился плуг, потом трактор. Вот это уж что такое? Это прогресс, это у нас модернизация. Если раньше жили в деревянных избушках, потом, значит, вот домики стали более сложными. Там появились электричество, водопровод, появилось оборудование. Это все такое модернизация. Ну и так далее. Можно продолжать эти примеры, они кругом. В бытовой жизни, в транспорте, в любых отраслях человеческой жизни. И, собственно говоря, для многих лидеров, вот казалось, вот давайте будем совершенствоваться, давайте будет повышать. И, в принципе, в этом ничего плохого нет. Наоборот, лучше, конечно, жить в более совершенных, более теплых, обеспеченных электричеством, водопроводом, всеми современными видами оборудования, жилье пользователями. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok В Западной Европе, Северо-Западной Европе. И возникает вопрос. И, кстати говоря, она не возникла ни в каком другом месте. Она возникла в одном месте мира. Вот в том виде, в котором мы знаем. И возникает вопрос. А что же такое вот происходило в этой части мира? И почему именно там возникло то, что мы стали уже потом называть модернизацией? Вот в этой части мира, в Западной, Северо-Западной Европе, произошло рождение такого социально-политического института, или явления, точнее, которое называется Западом. Который стал называться Западом. Понятно, что поначалу оно стало называться чисто географически, потому что это находилось на западе Евразийского континента, по сравнению с тем, что было на Востоке. Но сейчас уже наряду с географическим понятием, и уже почти не только географическим понятием, это стало использоваться чисто как социально-политическое, отчасти экономическое, отчасти, может быть, какое-то военное понятие. Что из себя представляет Запад? Запад представляет, с моей точки зрения, я долго думал и пытался понять, что из себя представляет вот этот Запад. И мне кажется, есть семь великих открытий социально-политических и даже социальных и политических институтов, которые были изобретены, придуманы вот в этой части мира, которых не придумал ни один другой народ, ни одно другое общество, и откуда эти институты стали распространяться по остальному миру. Значит, это не обязательно будет исторически, но по содержанию. Значит, первое, самый главный такой институт, это институт, называется индивидуализм и гуманизм. Вот это совершенно западный институт, придуманный, что касается гуманизма, в 15 веке, он начинается в 15, потом в начале 16 века в Северной Италии, и потом распространяется. И основой этого является индивидуализм признания человека, отдельного человека в качестве отдельной ценности. До этого даже в Европе ценностью считалась либо семья, либо чина, либо клан, либо племя, либо, скажем, в рассвет католицизма, собственно говоря, все сообщество христиан верующих. И по сравнению с тем, что было до того, это был просто радикальный прорыв в понимании того, что отдельный человек представляет собой ценность. Даже не семья, даже не какая-то маленькая ячейка, отдельный человек. И именно этого отдельного человека надо защищать, надо леять, надо беречь, и надо позволять допускать у этого человека разнообразные свободы. Свободы высказывания, свободы действия, свободы мышления и прочие свободы. Это первый институт. Второй институт – это юридическое или правовое равенство людей. Может быть, для нас сегодняшних это кажется совершенно естественным, нормальным и понятным, но это совершенно недавний институт, и во многих странах и обществах мира этот институт не является столь очевидным и столь понятным. Ну, может быть, даже и некоторые люди в наших странах также не считают юридическое равенство людей совершенно естественным. Зависит от того, неравенство останавливается, либо от того, сколько земли, либо у кого сколько богатства, либо кто какую позицию занимает по административной иерархической лестнице. Третий институт, придуманный Западом – это право, или даже точнее, может быть, верховенство права, базирующееся на справедливости. Все человеческие общества руководствуются той или иной правовой системой, но во всех остальных обществах, кроме западного и верховенства, правовые системы базировались на положении босс, начальник, король, император, султан, шах, кто угодно, является создателем законов. И, собственно говоря, то, что сказал вот этот руководитель того или иного общества, является законом для всех остальных людей, подчиненных ему. Европа, Западная Европа, придумала совершенно новую правовую систему, в соответствии с которой, независимо от того, какую позицию ты занимаешь в обществе, на каком месте в иерархии ты находишься, независимо от того, какое у тебя богатство или какие у тебя прошлые заслуги или нынешние заслуги, в правовом отношении все люди равны. Понятно, что люди по всем другим параметрам отличаются. Кто-то выше, кто-то ниже, кто-то умеет одно, кто-то умеет другое. Но в правовом отношении, с точки зрения прав, свобод и с точки зрения обязанностей, люди все равны. Это было третье изобретение. Четвертое изобретение — демократия. Демократия — более раннее изобретение, но это изобретение стало более или менее широко распространенным только с начала XX века, даже в Европе, когда оно стало действительно распространяться на подавляющее большинство членов общества. Пятый элемент — это разделенная власть. Власть представительная, ставшая законодательной, власть исполнительная, власть судебная. Шестой элемент — это то, что надо подпать. Атлантизм — это военно-политический союз, потом он частично стал экономическим союзом, политически свободных стран. Начало атлантизму положила Атлантическая харти 1942 года, подписанная Ферчилем и Рузвельтом. Меня видно? Да, свет выключился. Выключился. Но ничего страшного? Еще более мистический. Мистический будет, да? Хорошо. И последний седьмой элемент — это международная защита прав человека. Это последняя концепция, совсем новая, совсем свежая. Она, по сути дела, введена в мировую практику в 90-х годах XX века. Ну, 20-25 лет тому назад. Когда, в отличие от принципов Вестфальского мира... emed digestri. Новая эпоха no левая научная любви ISSint только лишмой. Продолжение следует... 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 Президентства Путина были очень высокие темпы экономического роста. Российские ВПУ 20, среднегодовые темпы роста были 7%. А последующие 11 лет, с 2008 года до сегодняшнего времени, экономического роста нет, стагнация. Изменение настроений, взглядов, представлений, интересов первого лица привело к совершенно радикальному изменению чисто даже в экономической политике, не говоря уже об отношении к правам человека и международному позиционированию. Иными словами, в авторитарных странах без вестернизации модернизация может быть, это не исключено, но она является короткой и неустойчивой, может быть остановлена в любой момент. Второе ограничение модернизации в невестернизированных странах заключается в том, что такие страны никогда не могут догнать западных лидеров. То есть это всегда гонка за лидера, но это та гонка, при которой догоняющий никогда не догоняет впереди идущего, бегущего, движущегося. Мы специально в нашем институте проводили соответствующие расчеты и смотрели, какие наилучшие примеры демонстрируют авторитарные страны в экономическом развитии. По десятилетиям, начиная со времени 50-х годов после Второй мировой войны, и выяснилось, что если еще в 50-е годы самые развитые, самые богатые, авторитарные страны достигали примерно 55-56% ОВВП на душу населения от передовых западных стран, то потом этот показатель стал снижаться до 50%, до 40%, до 35%. И сейчас самые богатые авторитарные страны, такие как Россия и Китай, имеют ОВВП на душу населения примерно 30% от самых передовых развитых, вестернизированных западных стран. То есть мы видим, что даже вопрос не только в том, что вот это догоняние лидера может лишь относительно коротким историческим, оно никогда, по крайней мере, нет ни одного примера перед нашими глазами, чтобы такого рода авторитарные, ни вестернизированные страны смогли бы догнать западные страны, даже по самому главному показателю, по показателю ВВП на душу населения. Вот поэтому, наверное, я такое вступительное слово завершу. Просто хотел бы еще раз привлечь ваше внимание, что в течение первых лет нашего перехода к нормальному, цивилизованному, свободному обществу мы уделяли большое внимание, заслуженно уделяли, чисто экономическому переходу, или прежде всего экономическому переходу. Действительно, надо было проводить экономические реформы, надо было проводить макроэкономическую стабилизацию, надо было проводить приватизацию, надо было проводить регулирование. все это абсолютно необходимо, вне всякого сомнения. Но чем дальше мы идем по этому пути, тем больше мы понимаем, что если мы действительно хотим создать настоящее свободное общество, свободное общество, в котором каждый из граждан мог бы чувствовать себя наиболее комфортно и заниматься тем, чем ему интересно заниматься, тем более важным становится переход не только в чисто экономическом плане, не только осуществление модернизации, но и осуществление вестернизации, то есть заимствование, импорт, освоение западных правовых и политических институтов, тех самых, о которых я говорил. Индивидуализм, верховенство права, равенство всех граждан, независимо от положения, которое они занимают в обществе, демократия, разделение властей настоящее, атлантизм, имея в виду союз, военно-политический союз со свободными странами, и международная защита прав человека в тех странах, которые еще не стали свободными. Я на этом завершил, да, и готов к разговору, к вопросам, замечаниям, предложениям, идеям. Сначала, спасибо большое за вступление, великолепно интересная классификация. Я сначала задам пару вопросов, а потом наши друзья, коллеги тоже с аудитории смогут задать. Всем задающим прошу, вот там стульчик возле Насти есть, чтобы Андрей Николаевич тоже возникал. Андрей, сначала начнем с Запада, да. В конце 80-х годов, да, понятное дело, Запад был таким актеологическим маяком свободы, всего хорошего, состояния. Его представляли не роботы, не теоретики ученые, представляли международные организации. Представлял США и Европейский союз. И вот я нигде не слышал от них, да, вот упоминание той великолепной семерки, о которой ты сейчас сказал. С твоей точки зрения, вот после, там, 30-25-30 лет трансформации, да, как поменялся актеологически, институционально сам Запад с точки зрения тех рекомендаций, той теории, той практики, которую он сегодня дает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как любой хороший товар, как любой хороший продукт, хорошая идея, ценный институт можно было импортировать, заимствовать в любом обществе. И даже если этот институт пришел из Запада, после этого он становится институтом любого другого общества, независимо от того, где он находится. И таким образом этот институт может прижиться, укрепиться и развиваться, и в том числе развиваться, видимо, не менее успешно, чем в других частях света. Поэтому, если мы говорим о лидерах, то последние лидеры чисто вот старого Запада, которые достаточно четко артикулировали эти ценности, это Маргарет Тэтчер и Рональд Рейган. Соответственно, ну это уже получается там 35-40 лет тому назад. А после них, таких ярких людей, которые бы столь последовательно бы отстаивали эти ценности, на Старом Западе, ну трудно назвать. Зато появились другие лидеры в других странах, которые на самом деле хорошо понимают это. Может быть, они не перечисляют эти ценности института так, как это сделал сейчас я, но в голове у них эта концепция существует. Например, Барт Лаар, премьер-министр Эстонии. У него в голове вот все эти принципы лежат очень хорошо, и в своей практической деятельности он это проводил. Президент Эстонии, буквально, по-моему, в прошлом году завершивший свой десятилетний срок, Томас Ильвес. Абсолютно человек, который очень тонко это чувствует, неоднократно говорил на эту тему, выступал и проводил соответствующую политику от имени Эстонии. А Михаил Саакашвили в Грузии, страна, которая традиционно никоим образом к историческому Западу, географическому Западу не относится, но в своей политике преследовал именно эти самые подходы. Ну и не только Михаил Саакашвили, и Каха Бендукидзе, и Веномир Бешвили, вот эта великолепная трога, которая делала грузинские реформы, они это прекрасно все это понимали. И мы сейчас видим, что как раз не обязательно быть на Западе, географическом Западе, на Старом Западе, для того, чтобы овладеть этими идеями и притворять их в жизнь. Мы знаем, что на географическом Западе были совсем другие граждане. Там был, между прочим, Адольф Гитлер, там был Бенито Буссалини, там сегодня есть такие товарищи, как Шлёдер или Берлускони, там есть такая гражданка, как Лёпен и многие другие, которые никакого отношения к правовым политическим институтам Запада не имеют. То есть это говорит о том, что сам факт нахождения, физического нахождения на Старом Западе, не дают никаких гарантий, что какие-либо политические, просто политики, государственные деятели, лидеры автоматически воспримут эти идеи. На Западе, на Старом Западе, как и в любом мире, всегда идет борьба. Борьба идей, борьба партий, борьба политических институтов. И отражением этой борьбы является то, что одни лидеры берут на вооружение эти принципы, а другие нет. Ну, например, мы знаем, что там вот, например, я говорил про гуманизм, который возник в Италии, в Северной Италии в 15 веке. И Леон Альберти первым мыслителем, который обосновал принципы гуманизма. Прошло несколько десятилетий, и в Италии наступила контрреформация, проведен Тренский собор, и Ренессанс, который подарил и Италии, и всему миру эти великолепные образцы искусства, от живописи до скульптуры, до архитектуры, до идей, был подавлен. И Италия затем на несколько столетий погрузилась, в общем, в такое спящее болото. Можно приводить немало других примеров. То, что произошло в Германии в 20 веке, несмотря на то, что Германия была и продолжает оставаться одной из наиболее развитых стран Европы, с огромным количеством выдающихся специалистов, ученых, мастеров искусства во всех сферах жизни. Тем не менее, и мрак может наступить и даже в такой стране. Поэтому мы, отдавая должное тому, что было сделано западными людьми, поскольку они создали институты, в общем, не обязаны, как бы, так сказать, поклоняться именно конкретному сегодняшнему западу, его лидерам, мы должны ценить те институты, которые были созданы. И независимо от того, кто создал айфон или компьютер, или шахматы, или там арабскую письменность, или арабские цифры, мы понимаем, что цифры, которыми пользуемся, создали арабы. Они очень удобные. Мы прекрасно ими пользуемся, отдавая должное тем людям, кто когда-то в свое время их создал. Мы понимаем, что современно письменность с птицами в шестом, скорее всего, тысячелетии до нашей эры. Вот мы не помним, может быть, даже о них. Но вот они создали, мы им помним этим. Потому что это комфортно. Потому что это дает нам то, чего не дают иероглифы, или не дают какие-то другие способы передачи информации. Так же с этими институтами. Да, они были созданы на Западе. Они автоматически так называются западными. Но пользоваться ими может любое общество. Андрей, ну, например, такой институт, как ОВФ, Всемирный банк, Братненгутская система, другие организации созданы людьми. Причем мы знаем теоретиков, которые стояли за ними. Вот 75 лет прошло с Братненгутской системой. Ключевой элемент, так или иначе, для многих стран это деньги. И деньги, в понимании сегодняшнего, радикально отличаются от того, что было вот в таком классическом, индивидуалистическом Западе, когда был золотой стандарт, когда это было, собственно, институтом деполитизированным. И вот сегодня, когда идет волна децентрализации попытки, там разные вот криптовалюты, да, значит, центральные банки, правительства, они достаточно, ну, серьезно озабочены этим вопросом и не хотят отпускать монополию на деньги. В этой точке зрения, вот, клэш сегодня между Левиафаном в авторитарных странах, Big Government в западных странах территориально, куда он может вестись, исходя из того, следующего, какое теоретическое поле, какой уровень образования и, скажем, направление мысли в западных университетах, каково мнение людей и полиси-мейкеров в авторитарных странах, потому что я просто хочу понять, где могут быть те очаги, либо это бизнес, либо это гражданское общество, либо это международная организация, там, децентрализованная, которая могли бы вот эту децентрализацию, так иначе, поставить в повестку дня. Ну вот, я еще раз просто скажу, что Запад породил ведь не только эти замечательные институты, Запад породил и весьма отвратительных тиранов, и того же Гитлера, и Муссолини, но, в общем, если мы считаем Российскую империю, принадлежащую там в целом к европейской цивилизации, то, в общем, Сталин тоже, можно сказать, в какой-то степени относится к этому. Если говорить об идеологиях, то, в общем, Карл Маркс тоже не из Азии появился, а из Санэш Ленина есть европейской страны Германии, и писал, и творил он в Лондоне, в самом богатом, самом развитом, самом передовом месте тогдашнего мира. Поэтому и такие идеи, как Международного валютного фонда, или регулирование, национального регулирования, государственного регулирования, тоже порождаются на том же самом Западе. Еще раз скажу, что нам важно брать не то, что плохое создается на Западе, а то, что было создано на хорошем. Это уж выбор. Что же касается того, где, что касается идей, ну, мы знаем, что на западных университетах, к большому сожалению, в последние несколько десятилетий, прямо скажем, торжествует марксизм. Причем марксизм очень такой совершенно отвратительный. И марксизм, и социализм... Нахожусь в Соединенных Штатах, и здесь поражаюсь, насколько идеи, которые опровергнуты жизнью в наших странах, которые, идеи, которые у нас сейчас не воспринимаются в таком виде, но никем, кроме, может быть, там, 10-15% населения, например, в Соединенных Штатах, в университетах Соединенных Штатах, преподаются, ну, наверное, в 90% случаев. Это очень опасная ситуация. Просто люди этого не понимают. И люди с абсолютно откровенным социалистическим сознанием имеют реальные шансы, например, баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов Америки или претендовать на пост премьер-министра Великобритании. Это реально с сегодняшнего дня. Это, конечно, не времена Тэтчера и Рейгана. Но, опять-таки, наш выбор заключается в том, чтобы брать на вооружение правильные идеи, независимо от того, если даже Запад, сегодняшний Запад, погружается в эту самую трясетку. И, кстати говоря, мы видим, что наша часть земного шара демонстрирует гораздо большую свежесть, восприимчивость и открытость к идеям свободы. Вот просто мы видим, что за последние, наверное, 10-15 лет происходит не просто ренессанс. Это неправильно, потому что происходит невозрождение. У нас этого никогда не было. Происходит реальное рождение, расширение, бурное расширение либертарианства. Вот идеологии и политические движения. Вот в России появилась... Я даже про Беларусь не говорю сейчас, вы это узнаете лучше мне. Но вот в России появилась десятишним лет тому назад либертарианская партия, созданная молодыми людьми. И вот мы видим просто, как на глазах она расширяется, увеличивает свои ряды, становится гораздо более активной и участвует и в идеологической борьбе, и участвует в политической борьбе. Вот мы знаем, что там один из героев нынешнего противостояния сейчас в Москве, вот в массовых протестах, Михаил Светов, один из руководителей либертарианской партии, был одним из активнейших участников этих протестов, вел переговоры в московской мэрии, был там буквально же захвачен и сейчас арестован на 30 суток, находится в тюрьме. Но это просто говорит о том, насколько это становится популярным, естественным, чего не было, например, 20 лет тому назад в наших странах. Вот соседние браты Украины, мы знаем, что, значит, вот победил Зеленский, там пришли новые люди, и в форме один из команды Зеленского сказал на вопрос, какую идеологию вы исповедуете, он сказал, либертарианство. Я не очень уверен, что он до конца знает, что это такое, и полностью что-то соответствует. Но тот факт, что слово либертарианство является популярным, привлекательным, симпатичным, как говорится, ступсопильным, это совершенно точно. Может быть, они этого еще не знают, какую-то часть они знают, они узнают потом. Но это свидетельство того, насколько идеи свободы в нашей части планеты, в нашей части Европы являются популярными и становятся еще более популярными. Андрей, я еще вопросы не задам, потом, друзья, можно вам задавать вопросы. Вопрос как раз именно в популярности растущее либертарианство. И в начале 90-х тоже были люди, которые назывались либералами, демократами, были запад, были политические движения, собственно, мы все их знаем. Это были и в Украине ребята, и в России. Ну, в Беларуси таких не было, честно говоря, сразу в этом плане мы честнее. И вот вопрос функции тех людей, которые тогда говорили про вот эти клише, да. И сегодня, когда, вот я слышу, в Украине многие говорят либертарианство, они, вот как правильно ты абсолютно оцелил, не понимают, о чем идет речь, потому что они выхватывают некие информационные потоки и присписывают их себе, пользуясь популяризированием и там занимаясь популизмом. Как делать так, чтобы не допустить или минимизировать риски вот этого сислипства, которое есть в России, которое была и Порошенко, если я бы позиционировал, если знаешь, либо либералом, и Ющенко был либералом. И, собственно, кроме как разговоров об этом, дальше дело не пошло. Ни институционально, ни политически, ни в соэкономической политике. То есть, как, что нужно делать для того, чтобы вот эта чистота явления и теоретических основ не разрушилась людьми, которые просто будут грязными руками их усолить, потом через там 10 лет скажут, ну, Зеленский был либертарианцем, либертарианством для Украины, и пошло в топку его. Лукашенко, the best. Такая опасность реально существует, ты совершенно прав. Но это всегда такая опасность существует, когда хорошие, красивые, интересные идеи берутся вот грязными руками. Вот та же самая идея свободы, даже без либертарианства, просто сама, коммунисты же как и эксплуатировали. Говорят, мы ведем человечество к освобождению человечества. Ну и мы знаем, куда они привели и что они делали. Поэтому ничего другого, кроме традиционного ответа, предложить не могу. Рассказывать, объяснять, популяризировать, проводить семинары в Древятах и в других местах, вот, и в Трусковце, и в других местах. Рассказывать, бездействовать, любым случаем, любой возможности для того, чтобы наносить свою точку зрения. Ничего другого предложить невозможно. Спасибо большое. Друзья, вопросов, пожалуйста, к Андрею Николаевичу. Андрей Николаевич, я прошу прощения за то, что у нас не получилось записать интервью. Но мне кажется, что это так и должно было быть. Сегодня должно было состояться то, что состоялось. Я сейчас позволю спровозировать себе извечный спор между Минархистами и Анкапами. Минархисты, они за немножко преступления, Анкапы, они за отсутствие любого на сне. Как вы для себя этот спор разрешаете? И если я буду ходить в майке, например, «Fuck the banks» или «Fuck the government», это будет лучше, чем я буду говорить «a little banks», «a little government», «a little violation», например. Понимаете вопрос? Что лучше? Женя, я вот вам отвечу не в той терминологии, которую вы мне предложили. Вот дихотомия между Минархизмом и Анкапами, да? А вот другая часть говорит о насилии. Вот можно ли в обществе обойтись без насилия полностью? По крайней мере, я могу сказать о себе. Я думаю, очень многие, вот кто сейчас рядом с вами, не любят насилие. И действительно, насилие очень неприятная история. Но есть конкретные случаи, в которых возникает вопрос, кто решает эту ситуацию. Если вы встречаетесь поздним вечером, ночью, вы один, а вам на встречу идет 20 мордоворотов. Простите, мой не парламентский, не дипломатический язык. Совершенно ясными намерениями. Если вы один, это одна история. Очень неприятно, но одна история. А если вы идете с супругой, с девушкой, со своими детьми, это уже тогда стоит вопрос не только лично о вас, но о близких вам людям. Что делать в этой ситуации? А их намерения совершенно понятные. Таких случаев, к сожалению, в реальной жизни довольно много. И они касаются не только ситуации в темном переулке. Продолжение следует... 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 Говорить о своей любви к Ленину и Маршалу, быть членом Коммунистической партии. И сегодня надо там время от времени ходить в церковь и демонстрировать что-то тоже с ними. Совсем другая история с Путиным. Лично с Путиным. И я просто это видел как бы с близкого расстояния и вижу сейчас. А что с ним произошло, я не готов. Это, видимо, либо доктор, либо его личный духовник будет говорить. Но совершенно ясно, что для него православие стало внутренним состоянием. Это ни в коем мире не лицемерие. Это не ханжество. Он действительно, как бы так сказать... В общем, крыша у него на эту почву реально поехала. У нас есть огромное количество подтверждений того, что он воспринимает это совершенно особым образом. Я не буду там использовать слова, которые используются действительно верующими людьми, чтобы никого не обидеть. Но это факт жизни. Перед каждым крупным политическим решением, которое он осуществляет, он летит на Валах посоветоваться со старцами. Так было накануне вторжения в Грузию. Так было накануне вторжения в Украину. Он реально летал туда и трое суток советовал со старцами, что надо делать или не делать. Сегодня, в начале 21 века, для руководителя ядерной супердержавы, это кажется совершенно вообще невероятным. Это кажется фантастика. Это невозможно. Но это факт жизни. Более того, мы видим, как... Я, по крайней мере, слежу за этим. Вот так у меня работа, такая жизнь случилась. Я смотрю, как у него меняется речь. Насколько больше места в его регулярной речи начинают занимать православные члены. И какое место они занимают, где и когда он их использует. И это видно совершенно, что это делает он не для публики. Он выражает свое собственное мнение. Своё глубокое сознание. Вот, в частности, мы видим, что за последние несколько лет у него выработалась особая концепция. Концепция сегодняшнего мира, в котором русское православие, не вообще православие, а именно русское православие, православие, русской православной церкви, играет совершенно особую роль. У него, вы, наверное, слышали вот это выражение про русский мир. Это популярно. Сейчас у него следующее складе. Называется историческая Россия. Вот это историческая Россия. Он понимает территории не только нынешней России, но и территории нынешней Белоруссии и нынешней Украины, но не полностью. Украина до сбрукса, не учитывая западную Украину, то есть даже не западную Украину, не учитывая Галицию, в которой подавляющее число составляют греко-католики, или так называемые униаты. Потому что они не православные, и поэтому с его точки зрения, или с той точки зрения, которую ему внушили, и которую он принял, униаты не подвергаются, как бы так сказать, интеграции в русский мир и в историческую Россию. А вот все остальное население Украины, неважно, говорят они на русском, на украинском, это как бы легкий материал, который может быть подвергнут интеграции, освоению, или так сказать, пользуясь американским стынгом, плавильному котлу. Хотя он этого, естественно, не использовал. В Белоруссии, Белоруссии, он так относится, в большей части Белоруссии, за исключением Вишнории. Помните Вишнорию? Да, было такое. В прошлом году, в позапрошлом году, в позапрошлом году, по-моему. Учения были военные, да. Правильно. И когда по замыслу, который мы понимаем, был задуман в генеральном штабе российской армии, и который был так легко подсунут белорусским коллегам, они, не сопротив, восприняли, и это они же раскрутили историю про Вишнорию, про северо-западную часть Белоруссии, включая, кстати говоря, и нынешние древяты, где большинство населения больше 50% католики. И это как бы отражение, вот как кажется, да, такая вот странная история, казалось бы, фантастическая теория по православию, но она отражается уже в практических действиях, в том числе, в том плане военных учений, которые проводились, что вот эта Вишнория, она будет там проводить, не знаю, восстание, мятеж, какие-то там, какие-то военные действия, туда проникнут какие-то там литовские, латвийские, или какие-то еще войска, тем самым пытаясь противопоставить одну часть Белоруссии другой, и тем самым расколоть страну, тем самым сделать ее более уязвимой, гораздо более легкой добычи для поглощения. Но это отражение той самой вот идеологии, в которой православие играет исключительную роль. Роль, как это, скрепы, главный скреп, главного клея, соединяющего вот ту самую представление Путина, русскую нацию, в которую входят русские, украинцы и белорусы, но они как отдельные народы, существование которых он отрицает, а лишь какие-то, значит, группы людей с некоторыми диалектами. Поэтому то, что вы говорите, имеет вот эти две стороны. Одна сторона формальная, лицемерная, ханжеская, людьми, которые близко к сердцу не принимают. И Путин, который берет эту идею в качестве инструмента для осуществления своей имперской политики. Спасибо большое. Последний вопрос. Андрей, добрый день. У меня такой вопрос. Белорусы сами по себе очень померут. Добрый день. А вас как зовут? Наум Кац. А, да. Да. Мы с вами встречались. Да, да, да. Мы же с вами общались сколько в прошлый раз. Ну, конечно. Добрый день, Наум. С сожалению, в прошлый раз то, что мы задумали, так и не получилось. Ну, бывает, да. Еще раз,рать. Страна Беларусь, она такая спокойная, больше такая приглядывающаяся ко всем, да. Наверное, большая часть белорусов радовалась, когда в Украине пришел Порошенко, потому что количество голосующих за Порошенко и за Зеленского, если в физическом количестве, одно и то же. Я помню Украину, когда пришел Порошенко, все ликовали, пришел демократ, начнутся изменения. И сейчас, когда хулят, наверное, только ленивый не хвилит Порошенко, что он такой нехороший, сегодня приходит опять новая волна Зеленского, да. Я задаю вопрос в точке Белоруссии, да. Мы наблюдаем, Россия, понятно, очень долго один и тот же человек ведет, все более-менее стабильно, да. Есть какая-то молодежь, которая что-то там гузит, что-то хочет, с точки зрения народа нашего белорусского. А вот Зеленский приходит к власти, опять вся Россия, Украина в эйфории, опять всем мечтают быть рядом с Зеленским, как и с Порошенко, ему посоветовать что-то там изменить. Вот вы человек не просто политик, да, вы человек, который создавал эту Россию, ту, которая нравилась всем, да, экономически преуспевающая, в которую хотелось всем приезжать, работать, западные специалисты ехали, даже когда уже ушли, да, туда работать. Нам бы тоже хотелось, чтобы у нас было, как в России с 2000 по 2008 год. Но мы наблюдаем процессы, которые происходят рядом. И вот, честно говоря, у всех некая растерянность. Вот вы говорите о семи принципах, да, и очень здорово звучит. Как выстроить эти принципы, когда вот такой огромной страны у президента, у которого, как бы мы и называли, там был переворот, не переворот, но Украина ликовала, да, и сегодня ликует Украину. Что происходит? Какие процессы? Почему, когда весь мир пытался помочь Украине, и сейчас, наверное, будет пытаться? Я уже слышал так, что давайте, Ярослава, попробуем туда к Зеленскому, советников поставить. Я тоже был на Украине буквально позавчера, разговаривал с серьезными людьми. Они все хотят стабильности, как у нас в Беларуси. Но только не, наверное, чуть-чуть мягче политический режим. Вот как вы оцениваете возможности Украины? Что произошло у Порошенко, да, почему так вдруг с такого позитива, негатива за четыре года слетели? Хотя рядом были все западные, как это вы говорили, субтанты-советники. Наджеры. Да, да, да. Наверное, как считали лучшее, да, и сам в Саакашвили там был, я много раз разговаривал с друзьями в Саакашвили. Что происходит у нас здесь в европейской части, чего не получается? Или что сделать, чтобы получилось? Хотя бы нам, белорусов, напомните. Хотя я не белорус, но как это? Я белорус. Но мне кажется, еврейские осущности подсказывают, что-то тут как-то не так. Наум, спасибо большое. Смотрите, какая вещь. Ну, вы много вопросов задали, и, как это, покрытие широчайшее. Тут и Беларусь, и Россия, и Украина. За все страны не скажу, и даже за одну из них будет непросто. Самое главное, что есть у Украины, было и с Порошенко, и сейчас есть с Зеленским, возможность смены первого лица. Вот это является исключительно важное, важное преимущество Украины по сравнению и с нами в России, и с вами, Беларуси. Ошибся, не понравился, сделал преступление и так далее. Человек уходит, он не остается там надолго. Сам факт демократии не дает гарантии на успех. Мы много видим примеров демократии, когда приходят и уходят и коррумпированные люди, и с преступлениями, и абсолютно низкого морального уровня. Да, такая жизнь. Да. Но всегда у людей есть возможность не держать их бесконечно. И всегда можно убрать. Как минимум, по истечении срока. А иногда, как мы видим, у братьев-украинцев, даже немножко раньше. И это большое достоинство. Опять-таки, это не гарантия и не панацея от всех бед и не гарантия на успех. Но это важнейшее качество, я про это не сказал, это просто относится как элемент разделения властей. Это ограничение власти первого лица. вот в Италии, даже не средневековая, а в Италии ренессанса. Я, например, был поражен, насколько уставы городов, государств североитальянских ограничивали власть первого лица. Вот того, кого они избирали. Первое лицо избиралось гражданами. Причем, гражданами, которые занимались бизнесом. И выяснилось, например, наверное, многие бывали в Дубровнике. Вы бывали в Дубровнике, наверное, в Хорватии. Ну, такой симпатичный город на берегу Атриатики с средневековыми стенами. Туда очень многие любят отдыхать, ездить и посмотреть. Дубровник, это сегодняшнее хорватское название, а это старый итальянский город Рагуза. Так вот, когда я и там при входе в город, те, кто там бывал, знают, когда входишь в город, в крепостные стены, то с левой стороны стоит замечательный ректорский дворец. Ректор, это было название, ну, по нынешней времену, скажем так, мэра города, руководителя города. Ректор был главным исполнителем на лицо. Вы знаете, насколько избирали, на какой срок избирали ректора города? Это был город-государство. Вот кто-нибудь знает? Народ? Народ. Не знаю. Вот, я тоже думал, а год? На один месяц. На один месяц. После чего избирали следующего. Потому что итальянцы 13 века, которые писали этот устав Конституцию города, знали, какая опасность заключается от неограниченной власти первого лица. Да. intense. Н cheers. Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Наслаждаться тем, что построено было за эти годы, когда Дубровник был демократическим городом-государством, который создавал благоприятные условия, верховенство права, защиту права собственности, защиту индивидуалистического поведения этих людей. Куда мы едем? Мы едем в Венецию. Венеция. Город-государство, которое тоже потом распространилось в Вене. Там были доджи. Доджи избирались на один год, как вы правильно сказали. И мы смотрим на эти богатства, которые были созданы этими людьми, на богатства, которые были накоплены, на эти произведения искусства, на эту архитектуру. Почему было создано в Венеции, но это не создано в Пхеньяне? Потому что там демократия, потому что лидеров избирают и быстро перезбирают. И никто там долго не останавливается. Поэтому, говоря об Украине, никто не может дать гарантии на успех Зеленскому. Это невозможно. Но у украинцев есть этот волшебный инструмент. Если не понравится, максимум через пять лет он уйдет. Кстати говоря, первый среди президентов, и вообще кого бы ты ни был сказал, я иду только на пять лет. Я иду только на один срок. Я не собираюсь больше сидеть. Это просто, в данном случае, вот идея ограниченности государственной власти, я не знаю, знал Зеленский об этих итальянских уставах 13 века или нет, но он принял эту идею. То есть у него одна из западных идей ограниченности власти первого лица, она у него в нем уже сидит. Может быть он сам к ней дошел. Он же сам он придумал. Молодец в таком случае. Но это уже маленький шажок в правильном направлении. Убить наших стран и Белоруссии. Делаем все для этого возможно. Прежде чем мы попрощаемся, Андрей, пожелания нашей школе, вот, как я говорю, вы опиннингмейкеры и мы те люди, которые продвигают людей и свободу в нашей стране. Что бы ты нам пожелал? Я бы вот, пользуясь, Ярослав, твоими словами сказал бы, что это не моя семерка, это наша семерка. Потому что ее придумали, создали там. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...